Микс Ньюс. Добрый день еще раз. Как мы анонсировали, не у Шаков у нас в студии. Хотел сказать, мэр Риги, отстраненный сейчас от должности мэра Риги, но депутат Рижской Думы, между прочим. И отстраненный, но мэр. Отстраненный, но мэр, да. Многие путают, думают, что можно решить мандат. А нет, к счастью, еще до такого мы не дошли, что можно решить законы избранного депутата, его мандата, решение министра. Тем не менее, это произошло. Многих, не знаю, кого-то шокировало, кого-то удивило вот это ночное или отстранение в полночь. Что это вообще такое? Это попытка, не знаю, каким-то образом, там, не знаю, щелкнуть по носу со стороны министра. Что это вообще? Во-первых, добрый день. Во-вторых, если мы говорим сейчас про самоподачу, а здесь в принципе в его решении об отстранении очень много, о чем можно поговорить. Но про полночь это очень хорошее доказательство тому, причем это будет использоваться, естественно, и в суде, что это было абсолютно заранее продуманное политическое решение. Много-много последних недель даже в публичном пространстве всех коммунилей, начиная с Каринша. Каждый раз, когда его спрашивали о его оптимизации налогов, он сразу говорил, ну вот зато сейчас будет наконец-то принято единственно правильное решение об Ушакове отстранять. То есть об этом говорили на политическом уровне все. И было понятно, что это должно произойти, что та борьба, которая началась в 2017 году, когда были выборы в Рижскую Думу и когда список согласия и честь служит Риге в один список получил больше, чем все остальные партии вместе взятые. И мы благодаря поддержке Рижан получили большинство. Это их попытка сейчас отомстить. Он был депутатом Рижской Думы полтора года. Он на выборах получил 5000 голосов Рижана, что ровно на 100 тысяч меньше, чем получил, предположим, я. То есть это была логическая политическая борьба, которая активизировалась после прошлогодних выборов в Сейм, когда на Париге начали ходить списки на несколько страниц с фамилиями должностных лиц и политиков, которых нужно уволить. Это руководители спецслужб, это мэры разных городов. Мне выпала честь быть в самом начале этого списка. То есть было понятно, что все это произойдет. Но дальше мы видим абсолютно очевидное шоу, пиар-шоу, политическое шоу, потому что, представьте себе, в полночь на портале Latvia's Westness выкладывается новость, распоряжение о том, что я отстранен на должность. Все журналисты уже подготовлены, они все знают. Мне уже за день звонили, не буду говорить откуда, с каких редакций. С соответствующими вопросами. Говорили, вот вы в 7 утра готовы уже выйти в эфир и рассказать? В агентствах уже написана новость на несколько страницах. То есть только ждали обнародования. То есть все были подготовлены, все знали, что это решение будет принято и решение абсолютно политическое. Но господин Пуцер решил устроить из этого шоу, причем, ну что скрывать? Рижская дума стала сейчас подарком для правящей коалиции, которая, начиная с бюджета, где не выполнено ни одно обещание. То, что происходит с закупками по электричествам, обманули всех несколько раз перед выборами, после выборов, проголосовали в Сейме, потом еще раз отказались. Учительские зарплаты. Но список бесконечный. Но в этой ситуации, что бы ни происходило, виноват кто? Рижская дума. Приходит Шадурский, бывший министр образования, теперь сейчас депутат Европарламента, и говорит, протестовать по поводу зарплаты учителей нужно у Рижской думы. Ну, это политическое шоу. Если мы говорим про то, каким образом это происходило, если мы говорим про юридическую составляющую, будущее решение, теперь уже свершившееся решение Пуца, его очень долго рекламировали, что Пуца, он чиновник с опытом, он специалист, вот он напишет так, что все будет идеально. В принципе, все, кто работал с ответным министром, были в шоке от того, насколько политизированное и слабое пришло изначально к нам письмо с вопросами. Нет претензий еще о деятельности пошлой думы, пошлого созыва, я так понимаю. Это уже пошли юридические нюансы, хотя это немаловажный нюанс, который тоже будет очень важно использовать в суде, потому что и по закону, и в самом письме Пуца говорил о том, что он будет оценивать только этот созыв. Ну, это логично, потому что Рижане, они же во время выборов дали новый мандат, соответственно, оценивать можно только то, что произошло после июня 2017 года. При этом вопросы задавались, и решение об остранении принималось на основании того, что было и в 2013-2016 году. Опять же, подчеркиваю, я ни с какой стороны не отказываюсь ни от чего, чтобы было сделано или не было сделано в Риге, начиная с 2009 года. Ну, давайте здесь будем юридически точны до последнего, получается, до последней запятой. Дальше, если мы говорим по поводу всех тех нарушений, о которых говорится, и как же, у нас же министр очень громко заявлял, десятки миллионов евро, которые пропали, обратился в прокуратуру и в КНАП, готов рассказать про эти десятки миллионов. Да. Каждый год предприятие Рига Сатексман с одной стороны перевозит энное количество рижан или бесплатно, или со значительными скидками. Каждый год Рижская дума голосованием, а это, опять же, голосование депутатов, это политическое решение, которое основано на воле рижан, которые участвовали в выборах. Но это юридическое решение, которое подтверждает. Нет, если мы говорим про расширение групп рижан, которые пользуются транспортом бесплатно, это, в первую очередь, политическое решение. Потому что можно принять решение, чтобы школьники ездили бесплатно, а можно принять решение, чтобы не ездили. Можно принять решение повысить учителям зарплату, а можно принять не повысить. То есть, это выбор каждого из политиков, который идет на, соответственно, участвует в выборах, дает обещания горожанам, получает, в данном случае, от горожан мандат, и дальше в рамках этого мандата действует. Каждый год, как мы хорошо знаем, начиная с 2010 года, количество групп рижан, которые пользуются транспортом бесплатно или со скидками, расширяется, все время добавляется. Были неработающие пенсионеры, работающие пенсионеры со скидкой в 50%. Учащимся дали сначала по 9 класс, потом по 12 класс, добавились инвалиды третьей категории, представители разных профессий, которые ездят со скидками. Сейчас 1 сентября будут, кстати, и детские сады. Это не касается регасадов, но это другой пример. Да, опять же, как работают, бесплатное питание в детских садах с 1 сентября будет. И Рижская дума, так как это политическое решение, каждый год компенсирует предприятия регасадов, смотрите, перевозки. Их компенсируют, используют два инструмента. Это дотация непосредственно, и опять же, то, что и логично, и законом разрешено вложение в собственный капитал. То есть, а в чем здесь тогда нарушение, поясните? Вопрос в этой ситуации не ко мне, потому что господин министр говорит, нет, если вы эти деньги дали, то вы их должны были вложить в основной капитал, и таким образом увеличить стоимость предприятия. Ни в один момент, ни публично, ни непублично, не принимая эти решения, никогда не говорилось о том, что эти средства, которые каждый год, опять же, принимая поправки к бюджету, предоставлялись предприятию, что они идут на увеличение стоимости предприятия. Нет, это именно шлом, и это подразумевается законом, коммерческим законом на компенсацию тех затрат, которые предприятие несет по факту, потому что каждый год это варьируется, количество перевезенных пенсионеров, учащихся и так далее, для того, чтобы компенсировать эти затраты. И министр обращается в прокуратуру и в КНАП, говорит, что это мошенничество. То есть, если меня упрекают в том, что, выполняя обещания избирателям, мы каждый год продолжали расширять количество групп рижан, которые пользуются транспортом бесплатно, что это мошенничество, ну тогда, наверное, этим можно гордиться. Просто каждый, наверное, думает в силу своих способностей. Давайте, опять же, не стесняться уже и называть вещи своими именами. Пуца представляет партию, которая создавалась на деньги от игорного бизнеса. Много было вопросов в том, каким образом он сам и его семья жили, возможно, за счет финансов, опять же, от отрасли игровых автоматов. Это партия, которая в Сейме, вот вы вдумайтесь, Мартинш Бондерс, человек, который находится под судом, вторая уже, получается, инстанция, рассматривает вопросы об его ответственности как члена правления за то, что произошло в Сбербанке, он в Сейме возглавляет бюджетную комиссию. Бюджетную, то есть, но это было бы неприемлемо не то, что в странах Европейского Союза, но это в абсолютном большинстве стран, даже, я не знаю, африканского континента, бы удивились бы от таких комбинаций. Дальше, если мы говорим про политизированность решений, то есть, министр, который все время говорил о том, что главное что? Гастнил, это было. Принимает такое решение и при этом говорит в своем письме, что он это делает для того, чтобы повысить уровень политической культуры. Ну, где находится партия Аттестыбай, пара, с Бондерсом, со всем игорным бизнесом и такое понятие, как политическая культура? Ну, это мы сейчас имеем то, что имеем, как говорится, Тесиском с безграницей и вперед. Еще одна претензия, которая фигурирует в этом рикуемсе, в распоряжении об отстранении мэра Риги, это вот, что вы, видимо, как председатель Рижской Думы, плохо организовываете работу, там, по ночам, чуть ли нет, и не даете возможность оппозиции действовать в интересах избирателей. Опять же расскажу подробно, в чем упрекают меня и, соответственно, наверное, и опосредованно Рижскую Думу. Один пример. Как вы знаете, государственный бюджет был принят на прошлой неделе, то есть в апреле. Бюджет самоуправления впервые за 10 лет, которые работают в Думе, был принят в марте, потому что не было государственного бюджета, потому что полгода не могли сформировать коалицию. Даже основные финансовые позиции. А то, что сформировали, на это смотреть, как говорится, стыдно. В результате, в ноябре прошлого года, один из депутатов от национального мнения говорит, я предлагаю ввести такие-то и такие-то дополнительные скидки по налогу на недвижимость. Ему начало говорить по-человечески, но неправильно это принимать в ноябре, когда, возможно, бюджет будет в декабре, а может быть, в январе, а может быть, в феврале. Давайте это сделаем вместе с бюджетом. Нет, хочу именно сейчас, потому что, опять же, такая наша политическая воля. В результате было создано заседание, потом был объявлен перерыв, потом все-таки собрались, проголосовали против, но если настаиваешь. Но мы не можем принять никаких решений, никаких скидков, никаких льготок, ни о чем, пока нету бюджета. Мы затянулись с решением о бесплатных обедах в детских садах, опять же, потому что не было бюджета. Вот их в результате с 1 сентября с нового учебного года ведут. Это приводится как один из примеров нарушения, за которые меня нужно отстранить от должности. Дальше приводится еще один пример, что Дума была, одно из заседаний Думы создано ночью. Да, оно было создано ночью, потому что это было в тот день, когда сначала выбирали мэра после выборов, потом вице-мэра. Когда вопросы мне задавали, по-моему, это было около 4 или 5 часов в общей сумме, я уже сейчас не помню. Потом пытались сорвать кворумы, потом оппозиция вместе с депутатом Пуца тогдашним ушла просто из зала. И для того, чтобы, как всегда делается, собралась новая Дума, выбрали мэра, выбрали вице-мэра и дальше выбирают представителей комитетов, мы созвали очередное заседание после всех этих многих часов ночью. И господин Пуц очень хорошо знает, почему это было. И за это, опять же, это называется как нарушение. Но если уж на то пошло, сам факт, что мы пачку бумаги со всеми ответами, потому что там были приложения, то есть это не было просто 300 страниц, это было несколько килограммов, послали по почте, не в электронном виде. И за это тоже, как пишет министр в своем решении, один из поводов принять окончательное решение, что для улучшения политической культуры нужно отстранить меня от должности. Понятно, что там много юридических нюансов, все не успеем обсудить, но вот так, чтобы радиослушным понятно, вот это злополучное решение или заключение аудита Эрнстон-Янг, постоянно об этом говорит Пуц, что не было предоставлено, хотя я знаю, что, по-моему, работники министерства могли поехать в Рига Сатекс, мы ознакомимся, что они и сделали, по-моему, если не память не изменяет. Не наша была позиция, не позиция Рига Сатекс, Манережская дума, это была четкая позиция Эрнстон-Янг, что результат этого аудита нельзя показывать дальше третьим лицам, потому что на основании результатов этого аудита можно дальше обращаться в суды для взыскания компенсаций, и если эти данные будут публично доступны, то это может помешать добиться положительного результата для предприятия или для думы в судебных процессах. Не мы это придумали. И для примера, даже когда был запрос, потом уже, ладно, со всем этим согласились, и Сейма, то есть депутаты Сейма потребовали, чтобы им дали ознакомиться с результатами аудита, то изначально аудиторская компания заявила, что они не видят никакой целесообразности и необходимости давать результаты аудита депутатам Сейма, что, в принципе, ну как, депутаты, к ним можно по-разному относиться, к тем, кого там избрали, но они являются представителями высшей власти в стране. Если же мы говорим про министерство, то работники министерства ходили с этим аудитом, результатами ознакомливались, им все было предоставлено, то есть опять мы говорим, по сути, о чем? Если мы говорим о справедливости, то есть случаи со мной пытаются найти нарушение формальной процедуры, причем все это очень спорно, и по всем тем 12 пунктам у меня на все эти 12 вопросов есть ответы. В то время, когда, я вам приведу другой пример, у нас впереди будет очень сложная, очень болезненная территориальная реформа, когда тот же самый министр говорит о том, что будет ликвидировано две трети самоуправлений по Латвии. И в Совет, который будет работать с этой реформой, то есть который будет помогать министру ликвидировать две трети самоуправления Латвии, включают определенное количество мэров, муниципальных депутатов, других специалистов. И вот в этот Совет включен. Причем это решение было принято в тот же день, когда мне послали письмо с вопросами. Приседатель Огорского самоуправления от национального объединения, который на данный момент находится под судом за уголовное преступление. То есть министр, человека, которого судят сейчас, который является председателем самоуправления, не то, что не делает никаких шагов, предположим, чтобы в этой ситуации тоже принять такое же аналогичное решение, а наоборот, он включает в Совет, который будет помогать ликвидировать в Латвии самоуправление. В свою очередь, председатель Реческой Думы присылает письмо по поводу нарушений возможных формальных процедур, чтобы дальше принять абсолютно политическое решение в полночь со всем последовавшим за этим шоу. Да. Еще один, может быть, такой момент, мне кажется, весьма важный, который очень интересует Рижан. Но мы видим, случилось то, что случилось. Впереди, я так понимаю, суд, поскольку вы уже заявляли официально, что будете обращаться, обжаловать это решение Пуца в административном суде. Что будет в Рижской Думе? Насколько можно снять обеспокоенность Рижан за ситуацию в столичном самоуправлении после снятия мэра? После отстранения, да? Да. А сейчас, получается, как? Опять же, учитывая всю политическую конъюнктуру, учитывая, какие партии в каких пропорциях были выбраны в Сейм еще в прошлом году в октябре, учитывая все их планы, учитывая абсолютную истерику с попытками распустить всю Рижскую Думу. Сегодня опять заявление по этому поводу было. Опять же, Дзинтерс, да. Дзинтерс продолжает настаивать. Мы помним, как Конгресс национального объединения голосовал, что нужно распустить немедленно Рижскую Думу. Решение партийного конгресса. Решение партийного конгресса, да, давно не было. Причем на первой же попытке черновики документов, они основывались на жалобах из социальных сетей. То есть, брали комментарии из социальных сетей и на основании этого пытались написать документ, чтобы распустить Думу. Понятно, что мне в этой ситуации самое важное было. Десять лет благодаря Рижанам, благодаря их поддержке возглавлял Рижскую Думу. И для меня важно, они собственное кресло сейчас удержали. Для меня важно, чтобы вот эта команда, эти дела, которые были начаты и дела, которые планировали, чтобы все это дальше работало. То есть, я по-человечески отвечаю за то, что мы сделали для Рижана, чтобы это сохранилось. Я не хочу, чтобы пришли сумасшедшие националисты, кирсисы и дальше по списку и разнесли все от бесплатного проезда до социальных программ, до всего того, что делалось. Вы представляете, ну как, это же будет второе правительство только еще страшнее. Поэтому сейчас, с одной стороны, благодаря всем вот этим политическим комбинациям снят один важный риск, хотя его, опять же, нельзя полностью исключать, но пока он не в повестке дня, а в распуске Думы. Здесь в определенной степени, я, наверное, можно говорить, если называть снова вечными именами, в чем-то пожертвовал собой, принимая решения и о выборах, и о многом другом. Дальше, если мы говорим о том, каким образом будет организовываться сейчас работа Рижской Думы, назначен, с одной стороны, в РИО, то есть, это исполняющий обязанности Олег Буров, один вице-мэр, и второй вице-мэр Вадим Бараник, то есть, 32 депутата, которые шли вместе на выборах в 17-м году, которых избрали. Это команда остается, то есть, это команда, которая представляет две партии, которая в значительной степени уникальна абсолютно для «Латвии пример», которая уже отработала вместе 10 лет. Эта команда будет работать дальше, естественно, все непросто, учитывая огромное давление, учитывая, что ты можешь сейчас включить, как бы это ни звучало, как из анекдот, но ты можешь включить утюг, и тебе утюг скажет, что виноват во всем Рижской Думы. Если на улице кто-то бросил окурок, кто-то споткнулся в бордюр, где-то под машину попала кошка, то виновата согласие Рижское самоуправление и, возможно, опять же, отстраненный на данный момент мэр. Да, дороги тоже всюду плохие, но, я так понимаю, в Риге особое внимание. Ну, с дорогами у нас не фонтан, это понятно, но, опять же, сейчас как будет? Сейчас начнутся ремонты, и все будут ругать Рижскую Думу за то, что все перекрыто, потому что ремонтируют. Ну, ладно, это специфика работы, но команда, она продолжает дальше, и здесь, несмотря на все давление, я приложу все усилия, как лидер партии, как человек, который все равно работает в Рижской Думе, чтобы у ребят все получилось. Очень хочется пожелать силы, мудрости, стойкости и терпения Олегу и Вадиму, потому что они сейчас в значительной степени, все, кому не лень, будут теперь кидаться на них от и до. Ну, представьте себе, Вадима Баранника упрекали, когда его избирали на пост вице-мэра в том, что у него произношение не то. Вы представляете, до чего мы докатились? То есть, несколько слов он сказал не совсем правильно, то есть, там, или Гармзе мы пропустил, или лишнее добавил. И депутаты, которые ему задают вопросы, на эту тему издеваются. Причем, знаете, кто издевается? То есть, опять же, зачем называть фамилии? Ну, депутат, который сейчас яркий у нас, там, националист, радеет за все эти соответствующие ценности, которая в свое время училась в Москве, жила в Москве, была редактором газеты «Циня». Ну, то есть, ну, куда уже дальше? Теперь она Вадиму говорит, что он там слова неправильно произносит какие-то отдельные. Об этом шла речь, представляете себе? Это очень важно, видимо, для работы в самоуправлении, да? Да, ключевое. Я говорю, как уже, ну, приходят журналисты и говорят, а может быть, у вас, получается, ваш блог «Согласие» год сказал Патриго, за вас голосуют русскоязычные рижане только потому, что вот вы по-русски говорите, то есть, они не обращают внимания на проблемы. И этот человек, который задает вопрос, журналист, она даже не понимает, насколько оскорбителен, причем глубинно оскорбительный этот вопрос, это получается как? Ну, общественное телевидение, журналист прямым текстом говорит. Вы знаете, если перевести это на человеческий язык, вот эти рижане, они не разбираются, они не настолько хорошие, умные, проницательные, как те, кто сидят в Твиттере, они не понимают, как правильно голосовать нужно. Мы единственные знаем, что такое правда, что такое, соответственно, ложь. Мы единственные знаем, что такое правильно. Вот сейчас до этого дошло. Поэтому, конечно, команде, депутатам непросто давят на них, все, кому не лень, используя все возможные методы со всех сторон, и будут это делать. И, конечно, такие времена сложных перемен, они являются испытанием для всех. Если говорить про себя, то, опять же, ясно, что, с одной стороны, непросто, но, с другой стороны, хочется еще раз сказать всем, скажем так, друзьям в кавычку. Меня можно отстранить от должности. И вот ночью опубликовать решение в 0-0, 0-1 минуту. Можно принять другие противоравные решения. Но вот, пожалуйста, вы не рассчитывайте на то, что у меня такой характер, что я в какой-то момент смогу сломаться. Не дождетесь. Не сломаюсь. И со своими избирателями, которые меня много лет поддерживали, я все равно останусь с ними и буду работать для них. Вне зависимости от статуса, места и расположения кабинета. Да, вот интересно. Сейчас многие политологи, видимо, переживают за судьбу согласия. Они говорят о том, что вот сейчас перед согласием стоит вызов. Да, вот если вдруг уезжает человек в Брюссель, вот как же будет с руководством партии. Там чуть ли не говорят о том, что нужно искать нового лидера и так далее. Вы все-таки председателем партии остаетесь, я так понимаю. Здесь, понимаете, все те, кто говорят о согласии, осознанно или неосознанно, здесь путается причинно-следственная связь. Речь идет о чем? Речь идет о тотальной войне против согласия. Против партии, против этой идеи, против, по сути, людей, которые годами голосуют за согласие. То есть, когда президент при переговорах о формировании правительства даже не приглашает представителей согласия, это не плевок в лицо конкретного Вячеслава Домбросского, который является нашим кандидатом на пост премьер-министра, это плевок в лицо всем тем десяткам тысяч людей, которые голосуют за согласие. От Риги до Латгалии до Курзема. То есть, идет война против согласия, где и это все цепи, получается, звенья одной цепи, и как формировалось правительство, и поведение президента, и то, что происходит сейчас с моим отстранением. Согласие пытаются уничтожить. А, естественно, в этой ситуации согласию непросто. Ну, зачем говорить неправду? Сложно, давление огромное. Но, опять же, команда наша, она справится. Партия переживала самые сложные времена, партия переживала самые сложные, я бы сказал бы, перемены. Мы ко всему готовы. И характер у нас, опять же, если мы говорим право, партия тоже уже закаленный. Партии сколько лет? 25? Да. 25. Извините, меня в школе учился. Разные были названия. Я о политике не думал, когда эта партия уже была создана. Тогда это изначально было, слово согласие фигурировало, согласие общества. Партияного согласия? Нет, нет, это было не партия, это было согласие общества, развитие экономики. Да. Бое такое, да. Поэтому сейчас, что, с одной стороны, если мы говорим про партию, отбиваемся по всем фронтам, команда, с одной стороны, и новые пришли, и старые работают, отобьемся, отобьемся. Успеем принятие звонки тоже, сколько успеем. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день, я хочу выразить вам поддержку, потому что, действительно, это плевок в лицо всем рижанам, которые, во-первых, голосовали за вас на выборах, на демократических, хотя я не ваш поклонник, но все-таки я хочу вам выразить поддержку за все. И хочу спросить, какие реально у партии есть самые шансы выстоять при таком массированном давлении? Спасибо. Спасибо вам. В том числе, добавлю, видимо, и в суде, наверное, хотел спросить наших одежцев. Ну, здесь, опять же, здесь сейчас фронтов такое количество, что их там все и не сосчитаешь, эфира нам не хватит. В этой ситуации, с одной стороны, способность партии выстоять, отбиться и дальше защитять интересы своих избирателей, где это возможно, в самоуправлении, где мы у власти, в Европарламенте дальше. Ну, это уже зависит от дальнейшего решения избирателей в парламенте, где мы находимся в оппозиции со своим теневым комитетом, кабинетом министров. Это все зависит от мудрости, стойкости и способности выстоять давление каждого из нас. Это испытание. Это испытание. И здесь моя главная роль, учитывая, сколько лет я всему этому отдал, и партии, и Рижской думе, для того, чтобы помочь каждому не допустить ошибки, испытания пройти и выстоять все искушения, все давление и все, скажем, возможные провокации. Но здесь в этом я вижу свою роль. Дальше приложить все усилия, чтобы партия шла вперед. Да, еще один звонок, наверное, сейчас примем. Добрый день. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый день, Александр. Да, пожалуйста. Господин Ушаков, вы сами сказали, что решение лежит в политической плоскости. Поэтому однозначно, если в политической плоскости, то суд вы проиграете. Это первый вопрос. Во-вторых, вопрос лежит в экономической плоскости. Уже я 10 раз, например, слышал, что при строительстве променада один квадратный метр стоил 200 евро. Ну и так далее, в экономических вопросах. А провержений с вашей стороны никаких не было. Спасибо большое. Да, ну, видимо, провержения будут, да. Я так понимаю. Про променад, опять же, о котором мы говорим. И если мы говорим о том, что те променады, которые строились, это и Спикеры, и Кингаракски, и променад на Югле. Ну, не было вопросов по стоимости квадратного метра ни у кого. Несмотря на все то давление, которое существует. Она же как, еще раз, не в ту сторону, на красный свет, возможно, подумал перейти улицу. Уже к тебе приходят все возможные структуры. Поэтому про променад так можно сейчас ответить. А если говорить про политическое решение, я, опять же, живу с надеждой и с, наверное, какой-то определенной уверенностью, что Латвия является правовым государством. Поэтому политическое решение, принятое министром, в суде, во-первых, будет оспорено. Это мой толк. И здесь, опять же, ну, Волков боятся в лес не ходить, поэтому, естественно, это будет оспорено в суде по законам. Да, на это отводится срок в 30 дней. Эти 30 дней таким образом и будут использованы, чтобы подготовить максимально качественные, показательные обращения в суд и дальше идти бороться. Потому что, опять же, здесь же, ну, учитывая процедуру, сроки и так далее, не стоит жить в иллюзиях. Решение окончательно не исключено, что будет принято уже после выборов муниципальных 2021 года. Но доказать это все равно нужно. Нужно показать, что нельзя таким образом действовать. Что нельзя нарушать закон, даже если ты министр от правящей партии. Можно ли ожидать международную реакцию, о которой вы еще говорили, предупреждали господина Пуце, до его решения с учетом того, я думаю, наши радиослушатели помнят, что согласие является полноправным членом теперь вот этой Европейской партии социалистов. Сейчас готовится обращение, где мы, опять же, подбиваем все юридические нюансы произошедшего, потому что не хотим говорить только с точки зрения эмоций, чтобы показать, каким образом в Латвии, в том числе, с партией, которая отстаивает абсолютно ярко выраженные левые ценности и левые идеи, и не только их отстаивает, но и там, где, возможно, их реализует, как с ней обходятся партии, которые сейчас формируют правительство, в которое входят кто? Националисты, попуристы и политические жулики. Ну, вот, в принципе, это три основных наших направления сейчас в политическом ландшафте Латвийской республики. И, опять же, да, если у нас предоставление бесплатного проезда и, соответственно, компенсация за этот бесплатный проезд приравнивается к мошенничеству, и за вопросы, каким образом правильно было это оформлять через дотацию или через вложение в собственный капитал. Но это не было запрещено ведь оформлять. Во-первых, это и сейчас не запрещено, и, во-вторых, там идет подмена понятия собственный капитал и основной капитал. Это разные вещи. Ну, да, и дальше, опять же, мы говорим о каких-то процедуальных нюансах политического решения о том, что общественный транспорт в значительной степени для рижан бесплатен. Ну, конечно, мы сейчас будем к нашим товарищам в партии европейских социалистов обращаться. Это естественно. 612-939, телефон прямого эфира. Все-таки, вот, я знаю, что вам тоже нужно бежать. Под занавес должен она спросить по поводу вот того, с чего мы начали. Рига Сатекс, я так понимаю, что в этой ситуации, когда начались вот эти подозрения, фактически Рижская дума или вы, как держатель капитала, все-таки меры предприняли и по смене правления, и по аудитам, и так далее. То есть, нельзя сказать, что вы бездействовали. Нет, ну, как работает сейчас временное правление. Сейчас начинается конкурс на создание на предприятии Совет, который будет дополнительным надзорным органом. То, что не является, кстати, обязательной нормой закона, но это будет то, что добровольно... Советы других, я так понимаю, могут появиться. Советы должны появиться, планируются также в предприятиях Рига Суденс, Рига Снампар Валнекс для того, чтобы ввести дополнительный контроль. Дальше, опять же, если мы говорим, что очень было важно, учитывая всю ситуацию, когда, ну, как же, как себя ведут правые партии и оппозиция. Ну, вспомним, были случаи, когда в скандалы попадали должностные лица, например, Латвия Сделшевш. Но никто никогда не пытался это предприятие дальше уничтожить. А то, что делает Рига Сатексман, все, что делает оппозиция правой партии, они делают все для того, чтобы сейчас предприятие уничтожить. Каждую неделю задается вопрос, а там кредиторы, банки, они вот не думают отозвать кредиты. То есть, это задается с таким настроем, когда же это произойдет? Когда же мы дождемся, что вот все рухнет, и тогда мы, наконец-то, счастливо заживем? Ну, не будет этого. Предприятие сейчас обеспечено финансовой стабильностью. Дотация, которая была принята в бюджете на 2019 год, несмотря на то, что все это принималось уже в конце марта, она обеспечивает финансовую стабильность предприятия. Дума, естественно, берет на себя все обязательства, связанные с социальной функцией. То есть, никакие скидки, ничего, нигде, ни в каком виде даже не обсуждается, что это могут отменить. Если мы говорим про стоимость проезда, то, опять же, стоимость проезда будет оставаться на нынешнем уровне. Дальше самоуправление будет компенсировать разницу между себестоимостью и стоимостью проезда, потому что, опять же, политика города здесь уже не только социальная. Здесь и политика города, которая заключается в том, что нужно стимулировать, чтобы горожане и гости столицы больше пользовались общественным транспортом, а не частным. Поэтому здесь Рижская дума будет продолжать эту позицию держаться. Опять же, возвращаясь к одному из ваших вопросов, в блок депутатов, которые руководят, думаю, входит 32 человека, и они продолжают всю нынешнюю политику дальше продолжать. Да, ну, я так понимаю, что и бюджет, который принят в этом году, хоть и с опозданием, с учетом задержки с госбюджетом, все-таки вот те обещания, которые были даны в социальной сфере, ну, по крайней мере, они же сохраняются. Ну, мы идем вперед, на самом деле, то есть, с одной стороны, если вкратце говорить о бюджете 2019 года, в социальной программе, главное, чтобы я отметил, это бесплатные обеды в детских садах с 1 сентября этого года. Не смогли с начала года, потому что не было бюджета, соответственно, ничего сделать было нельзя. И то, что мы обещали, за два года, за 18-й, за 19-й мы вели бесплатные обеды в старших классах средней школы, получается, 10-й, 12-й, и с этого сентября в 12-й в детских садах. Дальше большой объем работ, которые связаны с ремонтом улиц и строительством новых объектов транспортной инфраструктуры, то есть, погода сейчас устаканится, начнется ремонт на улице, соответственно, красно. Как мы все видим, продолжается активный ремонт островного моста, начнут сейчас на улице Чака ремонтировать коммуникации. Это максимально трудоемкий, особенно с точки зрения организации, времени процесс, потому что коммуникации внизу принадлежат и частным компаниям, и муниципальным компаниям, и государственным компаниям. Иногда работы с заменой коммуникации со стороны выглядят странно, то есть, квартал, вначале приехали одни в начале квартала, что-то выкопали, положили временный асфальт, через две недели приехали другие, с другой стороны квартала тоже что-то выкопали. Это, видимо, технологии. Но это не технологии, потому что здесь меняли, связанные, предположим, с кабелями с интернета, одна компания, здесь меняли, связанные с водопроводом, а потом еще через месяц будут менять то, что связано с отоплением, с подачей тепла. Но самое важное, как мы делали, долго разбирались с улицы Брибус, поменяли, в результате-то все же коммуникации внизу поменяли, что требовало больше всего усилий с точки зрения именно организации. Начинается в этом году строительство моста Насар-Кандаукове, наконец-то. Начинается в этом году строительство, начало строительства четвертой очереди Южного моста. То есть, объемы большие, все это будет. Да, островной мост ремонтируют. Островной мост, ну, его все время ремонтируют. Его когда бы, там, ну, там другая специфика, то есть, его можно при разных погодных условиях такие объекты ремонтировать. Брасовский мост в апреле уходит на ремонт. Дегловский мост должны скоро закончить. То есть, делаться будет много. И здесь, если в этом году автоводители начало ругались на ямы, за это приносим свои извинения от Рижской думы. Но дальше будут ругаться по поводу опять перекрытых улиц. Если мы говорим про школы, про культуру, про здравоохранение, продолжаются ремонты дальше, дальнейшее развитие первой больницы. Будут строиться новые стадионы по городу Агинскаунс, вымытим. Скоро откроется, по-моему, да? Да, если мы говорим на Курзамес, на проспекте Курзамес. То есть, в этом году, естественно, в меньших объемах, потому что бюджет принимался задержкой. Просто физически не все возможно сделать, если ты бюджет принял в марте, но ведем вперед. Последний звонок успеем сейчас принять. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Пожалуйста. Так, попытка вторая. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Вот, я не рязанин, поэтому не имею права определять ваши успехи и недостатки. Но я долгие годы избиратель согласия. Я скажу больше. Я в очень солидном возрасте натурализировался только для того, чтобы как-то изменить ситуацию в нашем государстве. Очень солидном. Вот, и я у меня к вам такие вот, ну, я бы не сказал, упреки. Вот, в этот раз я не буду голосовать за вас и за вашу партию, только потому, что вы, по моим понятиям, предали идеалы в партии, с которой я хотел бы сотрудничать. Первое, это когда вы поехали к Маккейну. Для меня это убийство было. Я думаю, что и сейчас для вас это эхо отдаётся, поскольку Маккейн всё-таки конфликтовал с Трампом, и, возможно, с разрешением посольства американского вас сейчас выбирают. Возможно, такая вещь. Вторая вещь, когда вы сфотографировались, да не сфотографировались, а по телевидению стояли около американских танков. Спасибо большое, извините, если вынуждены вас прервать, но мало совсем времени, надо дать возможность ответить. Скажу честно, наше согласие сейчас очень активно упрекает одинаково с двух сторон. С одной стороны, это фланг, получается, Дзинтерса, это националисты с той стороны, с другой стороны, за каждую встречу с теми же самыми и американцами, которые являются, вот, с любой стороны, как ни посмотри, но ключевой стороной для Латвии на данный момент с точки зрения политики и многих других вопросов, за любые, скажем, действия, когда, ну, я вам приведу другой пример. Вот ты открываешь порталы, которые у нас не любят с другой стороны, тебе говорят, а знаешь, вот он на латышке женился. Это тоже плохо. Вот у нас настолько даже докатилась ситуация. Но, опять же, согласие, потому и называется согласием, что мы, несмотря на все сложности, несмотря на все вызовы, держимся курса ни в одну и ни в другую сторону. Знаете, когда у меня не раз бывала такая возможность, и всегда буду это повторять, мы и за латышей, и за русских. Мы хотим, чтобы в нашей стране, которая разделена по самым разным сейчас линиям, чтобы люди, вне зависимости от родного языка и национальности, жили и работали вместе, мирно. И поэтому те, кто пытаются со стороны одной и с другой стороны расколоть, для тех, кого не приемлем, скажем, то, что у меня родной язык русский, или для тех, кто говорят, что у тебя жена латышка, ну, у меня один ответ. Ну, согласие, мы будем идти другим путем. Мы на такое не реагируем, и нас это с курса не собьет. Нил Шаков у нас был в студии, спасибо большое.